Приветствую всех, с вами Маркелла Борис. Это видео будет достаточно необычное. Вы, наверное, уже по названию увидели, что я буду рассказывать секреты. И что этот секрет я узнал не от волшебника из мурдного города, не от кого-то, а от обычного человека, который мне рассказал. Итак, у нас это заденет и жизненные ситуации, и ситуации, когда вы занимаетесь бизнесом, неважно, онлайн, оффлайн, в интернете вы работаете, еще где-то. Смотрите, главный секрет успеха – это быть полезным человеку. То есть я об этом знал, я об этом догадывался, но до конца я этого не понимал. Я поговорил, то есть услышал от человека именно то, что я хотел услышать давным-давно. Какой же главный успех человека? Например, человек просит у вас помощи, ему обязательно нужно помочь. Нет, разговор не о тех людях, которые ходят с протянутой рукой, либо просят у вас в интернете какой-то финансовой помощи. То есть можно помогать человеку. Вот, например, бабушка на улице сидит. Если вы хотите ей помочь, сходите, купите буханку хлеба, либо спросите, что тебе надо, на что ты деньги собираешь, пачку молока. Вот в таком вот виде можно помогать людям. Но если сидит грязный бомж, и вы, например, ему дали денег, и он эти деньги взял и потратил на бухло, там, либо еще на что-то, ну, вот на данной конкретной ситуации мы сделали плохо и себе, и ему. То есть мы ничего хорошего не сделали, и от этого вы успешным не станете. Помогать нужно. То есть у вас, например, появился партнер, в какой-то сетевой компании вы работаете, у вас появился партнер, и нужно ответить на все его вопросы. То есть ему нужно стать наставником. И вот именно этот человек приведет к вам очень много народов. Если вы такого не делаете, если вы людям не помогаете, соответственно, люди от вас уходят. Многие удивляются, почему у меня команда распадается. Ну, потому что команда, когда начинает расти, вот ваш человек, например, которого вы пригласили, а он под себя пригласил, и он, если начинает тянуть дело, как говорится, на себя, от этого ничего хорошего не получается. А если, он говорит, если у тебя есть какие-то вопросы, обращайтесь ко мне, если, я не знаю, наставник нам поможет. Вот именно с таким человеком хочется работать. Именно таким человеком, наверное, являюсь я. То есть я сейчас на данный момент развиваюсь в двух сетевых компаниях, и я готов помогать людям. То есть я готов помогать людям, которые придут ко мне в команду и отвечать на их вопросы практически круглосуточно. Ну, лишь бы они выполняли эти задания, которые я им даю, помогаю. Работать я, соответственно, за них не буду, но я готов поделиться именно той информацией, которую я знаю сам. То есть знаю я достаточно много. С 2010 года я, можно сказать, зарабатываю в интернете. Ну, в 2010 году, конечно, я ничего не заработал. Я начинал учиться. И до сих пор я учусь. Я до сих пор осваиваю фотошопы. Я до сих пор осваиваю новые программы обработки видео и так далее. И этим самым я готов с вами поделиться. Я готов с вами поделиться секретами, как развивать канал YouTube. Я готов поделиться секретами, как сделать так, чтобы вы начали уже зарабатывать в интернете и перестали бегать вот именно по тем сайтам-однодневкам, постить у себя на странице какой-то непонятный сайт, на котором, помимо того, что если он предлагает заработок, если у него возникает какая-то реклама от Google, либо еще какой-то VK-таргет, либо еще что-то. Я записывал такие видео, я показывал людям, что это сайты-обманщики. То есть, если вам говорят, что здесь можно заработать, ну, не должно быть на сайте никакой дополнительной информации, какой-то дополнительной рекламы от Google, либо еще от каких-то сервисов. Если она появляется, можете сразу от Google уходить. Итак, чтобы быть успешным, нужно быть полезным людям. То есть, если вы хотите быть успешным, ну, ладно, опустим мы интернет-бизнес и, скажем так, что, например, вы хотите быть полезным в жизни. Вот идете вы на свою работу, и к вам коллега обращается и говорит, ну, слушай, ну, подскажи, как это работает. А вам некогда. Вот виллы, все. Найдите 2-3 минуты, объясните, как это работает, если это действительно так. Либо никогда не отказывайте, а просто ему скажите, слушай, ну, я сейчас освобожусь, через полчаса подойду и расскажу, как это все работает. То есть, это все проверено. Я когда-то работал тоже на земле, я работал механиком, и ко мне пацаны подходили, которые на сервисе работали. Они у меня спрашивали, как сделать это, это, это. Я ему объяснял. То есть, за 3 минуты я ему объяснял половину вот такого толстого мануала в 500 страниц, именно то, что он меня спрашивал. Как шестеренку поставить, как поршень поставить в двигатель. внутреннего сгорания и так далее. Что бесило нашего начальника, нашего молодого нового начальника? Он говорит, возьми мануал, возьми там какие-то книжки, почитай. Он говорит, я вот на эти книжки потрачу 2 дня, когда мне за 3, за 5 минут объяснят, как это сделать, я пойду и сделаю. И я больше денег при этом заработаю, чем я просто на книжках, книжки буду читать, за это мне деньги не платят. Ребят, еще раз напоминаю, чтобы быть успешным, нужно быть полезным. Делайте полезные вещи, помогайте людям, если они у вас этого просят. И учитывайте, если вы помогаете человеку, и это не приносит никакой пользы, вы от этого полезность не делайте. На этом заканчиваю. Всем благ, всем удачи, всем успехов. Ждите моих новых видео, их будет очень много. И я вам обещаю, что я вам буду полезным. И готов помочь тоже в любом вопросе. Пишите комментарии под этим видео, пообщаемся, возможно, у вас есть какие-то вопросы по определенным темам. Что не знаю, научусь и расскажу вам. Всем привет. Пишите комментарии под этим видео.